Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы, секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш телеграм-канал Амаркетс, торговые идеи, где каждый день мы публикуем огромное количество аналитического контента в дополнение к тому, который готовим в видеоформате и размещаем на нашем канале на YouTube. Ну что, эта неделя сложилась очень неплохо для продавцов доллара. Я надеюсь, друзья, то, что вы все-таки примкнули к рядам тех, кто ставил на снижение доллара из-за ожиданий сохранения Федрезерва мягкой экономической политики. Потому что в противном случае вы оказались неправы. Именно продавцы сейчас явно в лидерах рынка, потому что им помогает ФРС. И в ближайший период времени, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев ситуация сильно, существенно не изменится. Как минимум весь август мы будем работать потенциально с идеей еще большего ослабления американского доллара, потому что весь август мы будем ждать банковский симпозиум в Джексон Холле и рассчитывать на то, что именно на нем американский регулятор, в частности Джером Паул, даст нам какую-то конкретику относительно сроков выхода из программы количественного смягчения. То, что сейчас происходит по доллару, это оправданные распродажи, которые являются следствием мягких итогов заседания ФРС. Мягкий тон именно регулятора, риторика Паула, отсутствие сейчас поддержки в виде макроэкономических данных, которые могли бы поддержать позиции доллара. Риски, связанные с ковидом, с пандемией, они никуда не деваются, именно они, может быть, даже в частичном порядке являются причиной более слабых макроэкономических отчетов, которые мы видим. Единственное, что могло бы помочь доллару, если отмотать немного назад на торговую сессию среды, это конкретные заявления от Федрезерва относительно срока выхода из программы количественного смягчения. Но единственное, что сделал ФРС, это, как и всегда, использовал привычную нам фразу о том, что пока не будет достигнут прогресса по инфляции по рынку труда, никаких изменений в монетарной политике не произойдет. Когда ожидать этот прогресс, я думаю, что никто не знает, друзья, потому что мы по-прежнему работаем с непредсказуемым риском влияния новых вспышек ковида в целом и на американскую экономику, и на глобальную, мировую экономику. И эти риски сохраняют свою актуальность. Вчерашний блок макроэкономических данных, в принципе, не оставляет вопросов к тому, что ранее было сказано Федрезервом. То есть, американский регулятор признал, что риски еще сохраняются, именно поэтому он не может позволить себе лишить американскую экономику прежних экономических стимулов. Первичные заявки на пособие по безработице. Оптимисты надеялись, что траектория снижения общего количества обращений как бы возобновится, и мы увидим цифры ниже 400 тысяч. Я предупреждал вас, друзья, что, скорее всего, цифра будет 400 тысяч и выше. Фактически показатель 400 тысяч. Я здесь оказался прав, и у нас уже несколько недель подряд, которые указывают на то, что явно забуксовал факт, если он и был, восстановление данного сектора американской экономики. Темп экономического роста за второй квартал 6,5%, прогноз был на уровне 8,5%. То есть, реальная цифра существенно не дотянула до ожиданий. Но при всем этом хочу отметить то, что даже 6,5% во втором квартале указывают на то, что американская экономика вернулась к тем показателям роста, которые мы видели в 2019 году. Но общий показатель ВП, он еще не тот основной индикатор, на который сейчас ориентируется регулятор. Как я только что отметил, есть инфляция, есть рынок труда. Они имеют большее значение для ФРС в принятии решений касательно монетарной политики. Что касается будущих действий ФРС, есть похожая ситуация, которая развивалась в 2013 году. И на основании, опять же, имеющегося опыта я предположил, что, скорее всего, ФРС действительно подготовит нас заранее к тому, когда изменения могут произойти. В частности, в 2013 году, прежде чем ФРС начало сворачивать программу количественного смягчения, он в сентябре признал то, что прогресс на рынке труда уже очевидный, и американская экономика может справиться, если останется без меньших объемов экономического стимулирования. И решения последовали, друзья, получается, через два месяца в ноябре, то есть под конец года. То же самое может случиться и сейчас. Мы должны сначала от Федрезера получить конкретную установку на то, что ситуация улучшилась, и спустя несколько месяцев после этого пойдут какие-то изменения. Все равно даже такая дорожная карта отбрасывает самые оптимистичные ожидания того, что ФРС начнет действовать и совершать первые шаги на пути ужесточения монетарной политики только лишь в следующем году. Поэтому сейчас на основании того фона, который есть, я думаю, что лучше не мудрить, а признать, что есть больше факторов, таких системных, фундаментальных, свидетельствующих о том, что доллар будет слабее. Десятилетки 1,25% – это американские трежерис, которые также можно интерпретировать как фактор давления на курсы доллара. Золото растет 1827, как мы и ожидали. Именно поддержка, ослабление американской валюты – очень хороший фундамент и фонд для того, чтобы рынок драгоценных металлов обновлял локальные максимумы. Поэтому цели 1840 и выше остаются актуальными. Я предлагаю их придерживаться. Доллар канадец 1,2449, цель 1,24. Ориентируемся на этот уровень. Помогает слабый доллар, рост цен на черное золото. Сегодня, кстати, в 15.30 по московскому времени выйдут данные по ОВП Канад. Я думаю, что статистика не разочарует. И, соответственно, еще один фактор, плюс к сильному отчету по инфляции, который мы получили ранее, в поддержку идеи более раннего начала ужесточения денежно-кредитной политики канадским регуляторам. 50 пунктов, друзья. Я думаю, что цель того стоит, чтобы дожать и, может быть, даже до этого ориентира в рамках текущей торговой сессии. S&P вчера мы видели очередной исторический максимум на отметке 4421 пункт. Наша цель 4500. И рынок нефти здесь все без изменений. Прежние факторы, прежде всего из ближайших триггеров, которые имели место быть на этой неделе, конечно же, повторяю, слабый доллар. И данные по запасам нефти в США и бензина, которые указали на очередное снижение, что является явным подтверждением сохраняющегося спроса. Цели 77.80 также актуальны. На этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели и до понедельника. Всем пока.